В России курят приблизительно 44 миллиона человек. По разным оценкам, в нашей стране от болезней, вызванных курением, ежегодно умирают от 300 до 400 тысяч человек. Пассивное же курение является причиной бронхита, пневмонии, приступов астмы, сердечно-сосудистых и неврологических осложнений у детей. Как известно, в табачном дыме более 7 тысяч химических веществ. Из них 250 опасны для здоровья, и более 70 могут стать причиной рака. Этих данных вполне достаточно для начала борьбы с курением. В Сочи эту работу по инициативе главы города Анатолия Пахомова начали 4 года назад с банальной ликвидации курилок на рабочих местах. Затем свободными от табачного дыма стали городские парки, кафе и рестораны. Бестабачное пространство на курорте наблюдалось уже во время проведения Олимпийских игр. И это несмотря на то, что в тот период в стране еще не было законодательной базы, способствующей реализации этой программы. Результаты действительно колоссальные, результаты впечатляющие. Потому что у нас были такие замечательные партнеры, которые работали с нами. Они делились своими технологиями, методиками. Они обучали наших специалистов, наших медиков, наших волонтеров тому, как вести эту работу. Мы считаем, благодаря вот этой большой командной работе у нас произошел хороший прорыв. Альянс городов без табачного дыма занимается внедрением федерального закона о запрете табакокурения в каждом муниципалитете страны. Сочинскую эстафету отказа от курения необходимо подхватить всем городам без исключения, отмечают представители служб профилактики, федеральных и региональных министерств. Мы будем рады услышать то, что было наработано в Сочи. У нас здесь присутствуют представители Южно-Сахалинска, Оренбурга, Красноярского края, Ивановской области. То есть здесь есть и Центральная Россия, и Дальний Восток. И, наверное, это самая будет сейчас идеальная площадка для того, чтобы нам встретиться и обменяться тем опытом, который есть в регионах, о том, как же лучше всего реализовать федеральный закон о запрете табакокурения. Задача участников конференции – выработать методы борьбы с этой вредной привычкой. При соблюдении норм закона в России уровень курения может быть снижен на 30% уже к 2020 году, что, соответственно, сократит миллионы преждевременных смертей. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.